Вопрос обеспечения безопасности граждан Всего в округе оборудуют 7 купелей, в горках 10, Сколково, Дунино, на Успенском лесном городке, Кубинке и Звенигороде. Везде будут места для обогрева, отдельные раздевалки, освещение, полевая кухня и горячие напитки. Аплодируемое количество людей от 800 до 1000 человек. Раздевалки будут установлены, это пункт обогрева для мужчин и женщин, настилы с сеном и пушками. Безопасность у нас будет все ограждено. Рамка металлодетектора установлена. По полиции МЧС, народные дружины ГИБДТ все предупреждены, дежурство будет происходить. Участники совещания также обсудили наличие парковок, подъездных путей, тротуаров. Глава округа поручил обеспечить максимальную транспортную доступность к местам купания. Что касается парковки, нужно, конечно, 10 раз все посчитать, померить. Может быть, какие-то дополнительные возможности найти. Помимо этого, Андрей Иванов поручил усилить контроль за теми, кто решился окунуться в неположенном месте. Для пресечения таких случаев организует патрулирование вблизи водоемов, прудов и других водных объектов, а также иные меры безопасности. В наших, скажем так, местах, которые не являются официальными, мы установили везде знаки, указывающие на запрет купания, выход на лед. Это пруды, это берег Москва-реки. Проговорили с сотрудниками отдела полиции, указали на те места, которые имели историю предшествующей периоды, когда люди в стихийном порядке выходили. Сами же купели подготовят в строгом соответствии с требованиями методических рекомендаций МЧС России. Учитывая погодные условия, войти в купель можно будет только с берега, поскольку толщина льда сейчас менее 25 сантиметров. Есть и другие особенности устройства купальных мест. Обязательно должны быть улавливатели по краям купели под водой и глубина водного объекта в месте купания должна быть не более полутора метров. Также обязательно должно быть освещение и пункты обогрева. На случай какого-либо происшествия должны быть средства спасения, спасательный круг, веревка, богор и другие средства. В этом году, я думаю, что мы в организационном плане сделаем тоже прорыв. У нас не будет проблем ни с подъездными путями, ни с парковочным пространством. Все у нас купели сделаны тоже по стандарту. Мы своевременно предупредим наших жителей, что по какому льду ходить нельзя, это опасно. У нас все сходы будут с берега, с береговой линии. Везде будут дежурить наши спасатели, везде будут дежурить медики на всякий случай. Установлен также график работы купелей в каждом поселении свой, но, как правило, с вечера 18 января по утро 19. В общем, основные подготовительные работы проведены и праздник пройдет на высоком уровне. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова